девочки всем большой привет я рада вас видеть на моем канале с вами карина и сегодня я вам покажу заказ сайта гитлур это мой второй заказ первый заказ был где-то 7 месяцев назад тогда я делала акцент на верхней одежде на жилетов много жилетов тогда заказала все жилеты ношу с удовольствием верхняя одежда тоже нравится единственная продала вам всего одно пальто которая не села мне в плечах а так все очень нравится на этот раз я решила также посмотреть какие у них платья блузки но и верхняя одежда тоже здесь есть если вам интересно такого рода видео ставайте со мной как обычно будет с примеркой и как обычно уставляю фотографию как это выглядело всего на сайте на модели кстати сейчас на сайте гипер проходит большая акция до 20 октября минус 25 процентов давайте по порядку все что первое попадается о том буду рассказ я попробовала выбрать там шубу потому что на шубы из искусственного меха это на искусственный мир было очень много хороших отзывов особенно на другую модельку но мне захотелось именно более такую разлетайку и с укороченным рукавом потому что я обожаю замшевые кожаные высокие перчатки поэтому захотелось именно вот такую модель она кстати без капюшона без воротничка конечно не на холод здесь есть два кармана и я не разбираюсь шубок несмотря на том что я долгое время прошла в регионе где очень любят шубы это махачкала вообще в дагестане очень любят шубы я никогда не приглядывалась и совершенно не понимаю как отличить настоящий мех от ненастоящего поэтому отдаю право судить вам как вам такая шубка мне она нравится мне кажется она выглядит очень достойно кстати здесь такие потайные крючочки что мне тоже очень нравится на виду нет никаких кнопочек молнии и пугалиц следующая вещь тоже нетипична для моего гардероба это спортивная курточка из кожзама но в таком вот оттенке слитка золота курточки были там таком бархатном варианте и в серебристом но так как мне пришлось серебристая косуха я не стала повторяться и заказала вот такой золотистый в этой куртке такой стандартный спортивный фасон но за счет оттенка конечно она смотрится очень ярко я пару раз выходила с детьми и обратила внимание что люди прям вот так вот смотрят на меня конечно здесь важно не переборщить и поэтому я ношу черные джинсы или черные ботинки или черные сапоги а мне она понравилась она мягкая она немного утепленная то есть здесь есть какая-то определенная прослойка то есть это не просто ветровка есть прослойка тепленькая она не продувает потому что я выходила утром когда еще прохладно свежо на улице мне кажется что это все равно как-то поинтереснее чем просто вот такая вот была бы черная спортивная курточка следующее что мне попадается это платье и такие платья возможно вы вспомните пару лет назад были очень популярны в инстаграм можно было увидеть эти платья в различных шоу-румах группах вконтакте и я тогда тоже засматривалась но как-то не сложилось когда заказать такое платье и тут я увидела на гипюр оно под деним однако это хлопок такой достаточно тоненький хлопок я надеюсь что он не будет просвечивать и что мне понравилось это то что здесь очень такое плотное качественное кружево не то которое часто используют китайцы кружево действительно добротное все аккуратно пришита никаких ниток здесь я тоже не вижу и здесь и нее размер м кстати размеры на гипер прыгают куртку у меня размера l платье у меня размеры м следующий платье которого прям при тык при тык у меня тоже размера с л обязательно всегда смотрите размерную сетку на каждую вещь это вообще правило шоппинга в интернете всегда неважно что вы хотите заказать смотрите размер на сетку измеряйте себя если вы покупаете обувь измеряйте размер стопы Платье мне понравилось, я боялась, что оно будет прям очень коротенькое, но, как правило, модели на сайте высокие девушки, поэтому я всегда сантиметров 12 минимум прибавляю себе к длине и так вот прикидываю, что должно быть нормально. Следующее платье просто восторг, и я давно хотела синее платье, потому что так сложилось, что у меня есть разные цвета, кроме синего. А такой глубокий, я бы даже сказала лазурный, да, по-моему, оттенок называется, мне пришелся очень кстати. Платье длины миди, и самая фишка этого платья в том, что у него две юбки. Ткань самоплотная, и поэтому этих двух юбок вполне хватает, чтобы получить достаточно объема, которые смотрятся очень красиво и нарядно. Конечно, это платье не на каждый день, для особых случаев, но почему бы нет, я думаю, оно не будет лишним в моем гардеробе. Дальше мне попадается блузка, и здесь уже у меня размер М, который соответствует 44-му размеру. В принципе, да, я сейчас ношу 44-й российский размер, и мне безумно понравились вот эти вот рукава. Я обожаю просто высокие манжеты. Здесь, конечно, манжет не столь высокий, мне нравится, когда еще более высокий манжет. Написано, что 40% хлопка и 60% полиэстера, честно говоря, по ощущениям хлопка совершенно не чувствуется, ощущается как вот такой 100% полиэстер. Но давайте все-таки будем верить производителю, что они нас не обманывают. Сначала, когда открыла эту посылку, показалось, что блузка гораздо темнее, чем на сайте, но потом, когда открыла еще раз сайт посмотреть, поняла, что нет, просто там девушка на улице, хорошее освещение, а я, когда открыла, это был коридор темный наш, поэтому немного оттенки исказили. Это холодный бежевый оттенок, чему я тоже рада, потому что у меня всего одна бежевая блузка, и она с таким теплым понтоном. Также у нее тоже есть такой элемент, который завязывается в бант, но он весь в таких, знаете, металлических, золотистых, как кружочках. Из-за этого я эту блузу не могу часто носить, потому что вроде бы она базового цвета, тоже такая вот летящая, но вот эти вот штуки, они часто расходятся со всем остальным. Последнее платье с этого заказа нежно-розового цвета, это размер L, и здесь мне можно было спокойно брать на размер меньше. Много горчил оттенок, потому что он слишком розоватый для меня, хотя, может быть, на камере это не так будет заметно. Я люблю более припыленные оттенки, и на фотографии мне казалось, что оно действительно более припыленное. По факту получилось, что это оттенок такого вот молочного поросеночка маленького. И еще здесь было украшение из камней, пришито с двух концов, только вот здесь и здесь была прихвачена ниточка, без него лучше. Последнее, это самое интересное, это базовое бежевое пальто, которое является хитом продаж у них. Это пальто у них представлено в нескольких оттенках, около пяти, если не больше. Пальто с запахом, эко-кашемир, и оно приходит вот в таком виде, то есть чехольчик был сверху, и навешал. Накладные карманы, там, кстати, два бежевых оттенка, по-моему, светло-бежевый и темно-бежевый. Я выбрала светло-бежевый, и имейте в виду, оно с теплым батоном. Заметьте, что это самое теплое пальто в моем гардеробе, потому что все-таки другие пальто у меня более легкие. И это уже вполне даже подойдет на минуса, я думаю, что в нем не должно быть холодно. Но это пока только мои предположения, дождемся холодов и посмотрим, каково оно будет в носке. Самое главное, конечно, чтобы не было грязи, так как я хожу просто невыносимо, я почему-то все время забрызгиваю себе то ли левую, то ли правую ногу. Может быть, у меня ноги разной длины, или сказываются косолапия, которым я страдала в детстве. Не знаю. Не знаю. Но я очень довольна, на самом деле, появлением данной модели пальто в моем гардеробе, потому что базовый бежевый цвет, это всегда палочка-выручалочка с любой обувью. На этом все, девочки. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. С вами была Карина. Буду благодарна за пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы новый зритель. И увидимся в других видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok